Добрый день дорогие друзья! С вами наша выездная музыкальная программа Мы встречаемся с разными музыкантами в разных частях света Сегодня я в городе Сиэтл, Соединенные Штаты Америки Поэтому всем огромный привет из Штатов Я в гостях у замечательного музыканта Знаем мы уже друг друга, наверное, Серега Но я слышал о тебе вообще давно, еще в те времена Но познакомились, я думаю, что мы где-то в 2000-х годах, когда я сюда приезжал И ты играл с группой Freeway Да, было такое Вот прошу любить и жаловать Композитор, музыкант, замечательный певец Обалденный, пусть я говорю, гитарист Человек, который играет очень здорово на разных музыкальных Инструментах, видите, барабаны, тамбонги, клавиши и много-много Сергей Игнатов Прошу любить и жаловать Сереж, давай рассказывай, значит, как ты с музыкой познакомился И как у тебя все началось? Ну, с музыкой я познакомился в 9 лет Я пошел в музыкальную школу Это были где-то, наверное, в 80-е года Вот, я пошел сначала, меня мама отвела по классу пения Ну, естественно, петь я не хотел, я хотел играть на гитаре Вот, я недолго там задержался, ушел Вот, потом все-таки через какое-то время я все равно вернулся в музыкальную школу Я уже к 12 годам и поступил на класс классической гитары и контрабаса Вот, в те времена, конечно, было очень трудно найти учителя по классической гитаре Вот, и поэтому меня все равно сначала запихали на контрабас Сказали, что это будет твоя специальность А гитара будет твой, как дополнительный инструмент Вот, то есть, он в России назывался общий инструмент Но в процессе обучения я все равно контрабас не совсем любил Хотя я потом по жизни, благодарю Богу, что он мне, в принципе, не понадобился Мои знания этого инструмента Но я все равно учился на двух, даже на трех инструментах одновременно То есть, фортепиано было еще как общий инструмент Да, фортепиано Фортепиано было для всех, неважно, кто ты композитор На каком бы ты отделении не учился, певец, хоть и на балалайке играешь Все равно фортепиано был твой общий инструмент То есть, получается, я учился сразу на трех инструментах На контрабас была моя все-таки специальность, гитара стала моей второй специальностью Скорее и фортепиано было уже как постоянно общим инструментом Да, когда ты начал писать свои песни вообще? Сколько тебе лет было? Первую песню я написал, мне было наверное лет 13 Может быть, я уже сейчас не вспомню, но где-то около этого То есть песня, я уже сейчас ее не вспомню, но называлась «О несправедливости» Да, это типично, да, молодежная тема у меня тоже была У меня была тема про то, как убежать вообще, уплыть на другой остров, жить на другой планете, да Здорово, я знаю, что ты вот пишешь песни и ты сам сделал даже клип Ты сказал, вот на этой камере, вот на этом компьютере, прямо вот здесь вот в студии, не отходя То, к чему я всегда призываю, дорогие друзья, если у вас есть возможность просто на компьютерной даже камере снять видеоклип Прислать его нам, мы его всегда поставим в эфир Поэтому, Сереж, ты на этой камере вот этого компьютера снял какой-то клип на хорошую песню Да Как называется эта песня? Эта песня называется «Твой день» Это вообще название моего альбома, который я записал в 2002 году или в 2000 даже, честно говоря, запамятовал Вот, это альбом называется «Твой день» и песня сама так и называется «Твой день» Вот, ну, слова там понятные и люди послушают и поймут о чем она Да, ну давайте, давайте сразу же посмотрим этот клип Клип называется, я бы назвал он не «Хендмейд», а на самом деле у тебя очень-очень здорово получился Мне понравилось так стильно, красиво и хорошо, прямо вот в этой студии Сергей Игнатов со своей песней «Твой день» Смотрим Когда закроешь ты Последний раз свои глаза Тогда увидишь ты Пред тобой ад и небеса Только тебе решать Где ты будешь в вечность обетать Только сумей понять Нету пути назад А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Сердце твое, и покой войдет в дом твой Свет мой неземной И если ты страдал, умом и сердцем обнищал Ты не забудь лишь об одном Тот, кто сегодня спас Он пострадал во всем за нас И у тебя есть шанс Есть, есть шанс Знает он, твой день пришел Все в жизни изменить тьму свет Ночь в день и тень навсегда покинет Сердце твое, и покой войдет в дом твой Свет мой неземной Свет мой неземной Ночь в день и тень навсегда покинет Сердце твое, и покой войдет в дом твой Свет мой неземной 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 Мы продолжаем нашу программу из Соединенных Штатов Америки Из города Севератл Мы в гостях у замечательного музыканта и композитора Сергея Игнатова Вот, Серег, а ты вот на гитарах вот интересно играешь Вот, у тебя есть какие-то вот свои такие секретики по гитаре вообще? Кто твои любимые, с кого ты вот слизывал первые аккорды там? Ну, слизывал, научил меня вообще, первые вообще Первую песню мне показал мой двоюродный брат Виктор Вот, тогда мне просто было вообще лет 7, наверное Ну тогда это, я как говорил раньше, что я потом уже серьезно стал заниматься в 13 лет Но первая песня была «Пусть бегут», нет, в траве сидел Кузнечик Вот, это была первая песня, когда мне показали Вот, о чем был вопрос-то? Ну, гитара вот По поводу гитары, у тебя есть твои любимые? Ну, понятно, травейку сидел Кузнечик, давай так хорошо, с бэкграунда Потом ты, что там дальше начал играть? Ну, я вообще потом стал слушать, были такие гитаристы Их многие, наверное, гитаристы знают Это Ингли Мальмстен, Стиви Вай, то есть это были роковые гитаристы Вот, потом меня потянуло на другую немножко музыку То есть я стал слушать такую более спокойную, как Гилмор Допустим, как Джефф Бэк Как Джефф Бэк Ну, по истечению твоей, по мере, покуда ты растешь Твои, как бы, ну, кумиры, скажем так В таком понимании Без всякой религиозной Твои, как бы, люди, на которых ты ориентируешься, музыканты Они меняются То есть в детстве Вот у моего сына сейчас тоже примерно Те же самые, как говорится, инфлюенс Это не... Ну, инфлюенция, влияние То же самое влияние, да? Влияние, как бы, да Те же самых гитаристов То есть Стиви Вай, там, Петручи Ну и же подобные Вот, на сегодняшний день их очень много Я не знаю Мне кажется, в Америке даже кошка играет на гитаре У меня такое ощущение, что здесь, кому не лень вообще все на гитаре Ну да Я захожу в один магазин здесь И тракторист такой Приезжает на каком-то джипе Весь грязный заходит такой Берет гитару И такой Я думаю, да, нормально Как бы, человек с трактора вылез И такие вот поливы устраивают Ну, да, американцы могут так Ну, они могут Понимаешь, американские музыканты Они в основном узконаправленные Редко кто, допустим, музыканты Они, если они, допустим, проиграли всю жизнь рок Они, в принципе, его играют до седых волос Они, многие из них Ну, то есть я многих просто знаю Я не говорю за всех Но многие из них Даже просто не пытаются изучать какой-то другой стиль музыки Все, они остаются верны либо року Либо джазу Либо фьюжн То есть есть разные направления И они, в основном, в них копаются И чего-то там То есть они не меняют стиль Вот я каждый альбом новый У меня то эмбиент То тяжелый рок То там такой То прославление То еще там всякие разные Да А вот в чем ты увидел специфика американского Вот интересно Музыкального направления В чем эта специфика? Что ты увидел? В чем разность между российским музыкантом и американским? Ты заметил какую-то разницу в чем? Ну, американский музыкант Я думаю, что он более свободный, что ли В самовыражении Мне так кажется А в чем это выражается? Ну, как-то они Понимаешь Они естественные Даже если он играет своих три ноты Но он играет как-то их так от души Как ребенок Вот Даже допустим Вот я вот сколько слушал российских Я не знаю, как сейчас дело обстоит Я все-таки уехал оттуда почти 15 лет назад Вот Я не знаю, как сейчас дело обстоит в России Я не могу сейчас так Как бы так Однозначно сказать Но Мне так казалось На то время Даже когда вот русские пытались играть джаз там Или Ну, рок может быть получался В большинстве случаев Да Но если когда вот Играли русские джаз Ну, как-то вот На мой взгляд У них это все-таки Не сильно хорошо получалось Хотя допустим Здесь джазовые музыканты Могут быть Намного слабее Чем допустим Даже там есть очень сильные джазовые музыканты Но все равно нету Какой-то вот этой глубины Может быть, потому что это не их музыка Все-таки она родилась здесь Как говорится, на этом континенте И поэтому Как бы может быть это из-за этого Я не знаю, какой-то вот Духа этого нету Как бы Музыкального Они вроде бы играют правильные ноты Но все равно это как бы Они играют ноты Но вот этой вот Души в этом нету Но это опять же Это как одно из наблюдений Это я не говорю, что это истина В последней инстанции Но это мы пока что дойдем До осознания и индивидуальности Как я говорю То есть когда личность, она сама по себе и ничего не надо уже, понимаешь Она как бы то же самое, я думаю, как Стив Вайт там или Джефф Бэк там То есть они те, кто они есть, понимаешь И нам русским, так как мы выросли как бы в стране третьего мира, можно сказать Ну вырастали отчасти, то мы смотрели на запад, что там, понимаешь Мы не они снимали там, Дипапл никогда не сидел, а не снимал там Машину Времени Или Юрия Антонова там, или там Ну многие из молодежи даже не знают, о каком мы сейчас говорим, понимаешь А те Юрия Антонов снимал там и слушал Битлз там или там То есть понимаешь, то есть вот в этом есть такая беда Я знаю, что ты записал какой-то интересный альбом, вот Латинос Или в каком это стиле сейчас Нет, я записал альбом инструментальный сейчас, как бы То есть это, он называется Inspiration или как бы вдохновение По-русски переведя То есть это инструментальный альбом в разных... Меня просто давно спрашивали, давно, давно просто, пока я вот живу в Америке Мне всегда говорят, что ты не запишешь инструментальный альбом Да Что ты, ну локальный альбом тоже хорошо, но запиши как гитарист инструментальный альбом Я долго к этому прислушивался, но все как-то мне руки не доходили И сейчас просто вот буквально год назад я решил все-таки выпустить такой альбом Потому что скопились какие-то идеи И просто я, и эти идеи, так как они были на протяжении каких-то лет Они не были сразу вот так вот, я раз и решил написать Да То есть и поэтому они получились все немножко разношерстные То есть в разных стилях То есть если его послушать, то есть первая песня там чуть ли не в техно Последняя песня чуть ли не в трэш метал То есть как бы между ними там есть и регги, стайл, как бы и стиль Вот и ну что-то такое Ну я считаю, что музыка достаточно интересная Ну давайте вот, давайте я предлагаю, Сереж, сейчас тебе Мы проведем такой эксперимент Прям вот не отходя из студии отсюда Вот поставим какой-то трек с этого альбома И чтобы вот ты сыграл нам эту композицию Прям вот в живом эфире Получится у нас такое? Ну я надеюсь Ну давайте попробуем, дорогие друзья Сергей Игнатов, ему в гостях замечательного гитариста За что ему большая благодарность Спасибо Итак, дорогие друзья, мы в гостях у Сергея Игнатова И сейчас вас ожидает чудесная композиция этого прекрасного композитора Давай, Серега, поехали А подлинный борт Вот тот борт Большой борт Не дай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я же говорил, что вы хороший композитор, а? Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Всего доброго! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!